Питца церкви впервые. Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Давайте сейчас помолимся в начале, потому что то, чем я сейчас буду делиться, оно очень драгоценно для меня. Я рассказывал об этом очень много тысяч раз, но я не хочу, чтобы это превратилось в рутину в моей жизни и не потеряло ценность. Это чересчур драгоценно для этого. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты являешься нам свежим образом, Господь. И Господь, то, как Ты явился ко мне в 1984 году, каждый день Ты хочешь являть себя свежим образом своим детям. Господь, прикоснись к людям так, как Ты прикоснулся ко мне в то время, когда я буду делиться своим свидетельством. И я хочу, чтобы многие просто увидели и познали, кто Ты есть, Господь. И чтобы они увидели, что Ты есть Мессия, Господь. Во имя Ишуа. Аминь. И когда я отслужил свой срок в армии, я уехал в Израиль, жил в кибуце, и он назывался Шуам Кибуц. И пока я жил там, я общался со шведской одной девушкой. И она была достаточно милой, и такой небольшой роман начался. И я хотел, я принял решение остаться в том кибуце, как бы, несмотря на то, что отец хотел проплатить мое обучение в Америке. И они, я сказал об этом отцу, что я остаюсь в кибуце, и они вообще готовы дать мне работу, взять меня на работу в их стаф, в их офис. И мой отец сказал, нет, мой сын никогда не останется кибуцником, ему надо получить более качественное и высшее образование, поэтому давай в Америку собирайся. И я хотел почтить своего отца, поэтому я уехал в Америку и учился в Нью-Йорке. И я изучал продажу одежды, менеджмент по одежде. И мы с моей шведской знакомой оставались на связи при помощи писем. И я думаю, что она слышала звон свадебных колокольчиков. Я молодой парень поехал учиться в Америку, никаких колокольчиков свадебных я не слышал. И это были, ну, такие греховные годы моей жизни. Я жил дикую нехристианскую жизнь. У меня было много девушек, и бурная жизнь была. Я попробовал все, что я думал, что могло бы сделать меня счастливее. Я получил хорошее образование. Я был достаточно популярным. Классным парнем в студенческом городке был. Если парень не мог найти себе подружку, я обязательно помогал ему найти подружку. И можно было подумать, что я был счастлив, потому что, в принципе, имел все, что хотел. Но я не могу объяснить. Я продолжал иметь эту пустоту внутри, и ничего не мог с этим сделать. И в 1984 году я думал провести летние каникулы в Израиле. Думаю, так, вернусь в тот же кибуц, может, в Израиле, и я буду посчастливей. И шведская девушка сказала, что дождется меня в том же кибуце, и мы снова будем вместе. И в университете у меня был лучший друг с Зимбабвы, и я вместе с ним полетел отдыхать в Израиль. И я был очень честен с этой шведской девушкой Катериной, и я ей сказал, что за этот год, пока я учился, у меня было много-много подружек. Но я думаю, что у нее, наверное, какая-то идея была, что если я вернусь, то я женюсь на ней, и мы будем вместе. И вы знаете, как это происходит, когда я ей признался, что были девушки, и она страшно расстроилась. И не сработалось у нас с ней. И в то время было три парня со мной в одной комнате в кибуце, где мы жили. И съехал один парень, который был там замешан с наркотиками, и новый парень поселился в нашу комнату. И парень, который поселился, новенький в нашей комнате, был возрожденный верующий из Вашингтона. Его звали Фрэнк. И Фрэнк был христианином настоящим, которого я до тех пор не встречал ранее. Он был таким христианином живым, как вы, ребята. Он любил Бога, он любил Израиль, он любил еврейский народ. И он начал нам рассказывать, что в память о Иисусе было построено много церквей в Иерусалиме. Вот это означает вот это, и вот там памятник тому-то. И я завидовал тому, что он имел. Я хотел иметь то, что он имел в своей вере, но я не знал, как это я могу получить. И я пытался его поддразнивать и провоцировать. И в кибуце была гостиница, и там была дискотека. И я пригласил его на выпивку. Я выпил, он не выпил. И я говорю, слышишь, Иисус пил вино, что ты не можешь пить? И вдруг, внезапно, я стал экспертом по Иисусу. И я пытался его соблазнить на выпивку, но он так и не повелся на мои провокации. И я пытался его с девушками там свести, ничего у меня не получилось. Я все его пытался сбить с правильного пути. Но он застрял в том стиле жизни, которым он начал жить, и он никак не сбился со своего пути. Но я вообще не понимал, почему он говорит про Иисуса и Иерусалим. Как они взаимосвязаны. Я вообще не представлял, что Иисус был в Иерусалиме. И тех христиан, которых я знал, я знал, что они ненавидят евреев. И как бы, как это Иисус у евреев в Иерусалиме. Я вообще не знал, что Иисус был евреем. И он начал говорить, что Иисус был в Иерусалиме. И это прям застряло в меня. Это коснулось очень глубоко. И мы ходили через арабский квартал в Иерусалиме на рынок открытый, Шук. И обычно попасть на рынок, он слева у вас остается, надо пройти через Явские ворота в Иерусалиме, в старом городе. И вот мы с моим другом из Зимбабве входили сквозь эти Явские ворота. И вдруг я внезапно начал думать, что вообще-то это не город Давидов, вообще-то это город Иисуса. Вообще-то, как еврей, я не мог думать такие мысли. И это точно было водительство Духа Святого и откровение от Него. Я прошел сквозь ворота, сквозь вход в Явские ворота в город старый. И я повернул налево, чтобы двигаться в направлении этого арабского рыночка. И внезапно я увидел Иисус стоит прямо напротив меня. Примерно 2-3 метра от меня. С другой стороны дороги. Близко к стене, но он смотрел на меня. И не было машин, и только люди ходили. И я мгновенно повернулся к своему другу Зимбабве, схватил его за руку. И я говорю, слушай, Марк, вон Иисус стоит. И тут я осознал, что ни он, ни кто другой не видит Иисуса, так как его вижу я. Очень тяжело описать вам, что я тогда на самом деле видел. Я пытаюсь максимально хорошо вам объяснить это. Мгновенно, внезапно, я просто знал, что стоит передо мной Иисус. И там никто не проходил мимо, просто на пустом месте, где никого не было. Я вдруг увидел стоящего Иисуса. И мгновенно я осознал три вещи. Через откровение, просто внезапно. И люди часто спрашивают, как это было. И я пытаюсь максимально хорошо вам объяснить это. Я не видел его как луч света, который видел апостол Павел. Я видел его физически, внешне выглядящим так, как он ходил на нашей земле. Физически он был примерно моего роста. Черные волосы и борода. Но кожа была более оливкового цвета, она темнее была. И он был одет в ризу белую из грубой ткани. Первое, что меня удивило, и первое, что я осознал, что, Боже, он же выглядит как еврей. Он очень по-еврейски выглядит. Для меня просто перестал существовать вопрос, еврей он или нет. И это первая вещь, которая по-настоящему так шокировала меня. Потому что на всех иконах и на всех зеркалах, ну, витражах, он выглядит совсем как католик или как шведский какой-то парень голубоглазый. Он выглядит неестественно. Но кроме этого, вторая вещь, которую я мгновенно осознал, она еще важнее, чем первая. Я осознал, что он был больше, чем просто человек. Я на тот момент не знал никакой новозаветней теологии. Но я осознал в тот момент, что он был не просто человек, что он был гораздо больше, чем просто человек. И третья вещь, которую я осознал тогда, что я никогда не испытывал такой любви и принятия в своей жизни. Все из нас ожидают любви и хотят принятия. И все мы ищем это в неправильных местах. И я пытался эту пустоту заполнить большим количеством отношений с женщинами. Но это никак не восполнило мои глубокие желания, которые у меня были. Потому что то, что я на самом деле искал, это была безусловная любовь. И тогда это был первый раз в моей жизни, когда я испытал эту настоящую, безусловную любовь в своей жизни. И Иисус в тот момент произнес одно слово. И это единственный раз в моей жизни, когда я слышал, как Иисус обращается ко мне, как Бог говорит ко мне. И это слово было хинени, вот я. Хинени означает севрита, вот я. И я знал, что в этот момент Он мне говорит, вот он я, и я есть Мессия. И он представлял собой, что вот, я то, что ты искал всю свою жизнь. Это все во мне, тебе не надо больше ничего. Если мы будем по-настоящему искренними в том, в чем мы нуждаемся, что мы ищем с вами. На самом деле мы жаждем чего-то нераздельного внимания. Вы общались когда-то с кем-то, когда ты обращаешься к человеку, а он не смотрит на вас, он смотрит куда-то в стороны, о чем-то другом думает и не сконцентрирован на вас. Это самое худшее чувство, которое можно испытывать. Я стараюсь так не вести себя, когда с кем-то говорю, потому что не хочу, чтобы со мной себя так вели. Особенно, когда кто-то с тобой очень долго говорит, и ты уже весь фокус потерял, всю идею потерял, но ты пытаешься сконцентрироваться. То, что меня направило в тот момент, когда я увидел Иисуса, что он дал мне свое стопроцентное нераздельное внимание. Это выглядело как будто, если бы даже я был единственным человеком на планете, он пришел и сделал то, что он сделал. Я не чувствовал себя никогда больше таким совершенным, таким целостностным, как в тот момент, когда он смотрел на меня. Когда ты просто смотришь на него, ощущение было, что живая вода исходит прямо из его глаз. Эта любовь проистекала, и жизнь текла. Я не мог шевелиться, я не мог ничего говорить, и я ничего не хотел в тот момент. Я понимал, что все, что я мечтал, хотел или думал в своей жизни, находится в этой личности. И внезапно он исчез. Так же сверхъестественно, как он появился внезапно, так и внезапно он исчез. И я стал резко беспокоиться, и у меня паника сошла. И я начал искать путь, куда же он ушел, куда он исчез. И потом он явился ко мне второй раз, где-то 10 футов в правую сторону. Где-то около трех метров, да. И он все еще продолжал смотреть на меня, так, как будто я был единственным человеком на планете, во всем мире. Был только я и он. Я никого не видел в тот момент. Такое ощущение, как будто все исчезли для меня. Были только я и Иисус. И он опять исчез. И все эти исчезновения его, они очень стрессом для меня большим были. Я никогда до этого не переживал такого уровня стресса в своей жизни. Никто со мной так не поступал до этого. И я снова пытался найти, увидеть его хоть где-нибудь. И для тех, кто из вас когда-либо был в Иерусалиме и имеет представление о старом городе, когда вы проходите сквозь Явские ворота, арабский рынок будет по левую сторону. И потом немножко дальше, по левую сторону будет церковь, которая выглядит немножко... Церковь Христа, которая немного похожа на синагогу. Но перед этой церковью, там парапет высокий, стена и парапет на ней сверху, как площадка такая. И внезапно путь заканчивается там. Тротуар заканчивается. Но как такое открытое место в стене есть. И я поднял свой взор на эту стену и увидел, что Иисус идет по верху, по стене. И в первых два раза, когда Он смотрел, я ощущал, что я единственный человек во всем мире. Он так смотрел на меня. И в третий раз, Он не смотрел на меня. Я стою внизу, смотрю на стену, а Он идет вдоль этой стены и не смотрит на меня. И Он просто уходит в этом направлении. Так выглядит, как будто я для Него даже не существую. И я так расстроен был, это таким стрессом для меня было, что я не существую для Него, Он не замечает меня. И я не знал тогда, как молиться, как мы сегодня, как верующие молимся. Все, что я помнил, это, как меня воспитали молитвы из Сидура, еврейские молитвы. Я думаю, что мы до конца не осознаем, какая честь нам отдана, что мы имеем возможность молиться Ему в любое время, когда мы только захотим. Это огромное благословение для нас. Это то, что еврейские люди, евреи, которые не знают Господа, они не имеют этой возможности. Я не знал, как молиться, я не знал, как обратить Его внимание на себя. Но когда я смотрел на Него, я просто подумал в своем сердце. Как бы я желал, чтобы Он хотя бы еще один раз посмотрел на меня. Это была просто мысль в моем сердце, я даже не знал, как ее промолить. И второй раз эта мысль возникла, даже не в голове, а в сердце. Как бы я хотел, чтобы Он просто еще раз посмотрел на меня. И Он повернул свою голову вправо и прямо в глаза мне посмотрел в ту же секунду. И Его глаза смотрели прямо в Мои, у нас был контакт глаза в глаза. Это тяжело объяснить, Он не промолвил ни одного слова, но Он говорил глазами. И я знал точно, что Он говорил мне. Что второй раз вот эта мысль в моем сердце, что вот если бы Он только посмотрел на меня еще один раз, была молитва Ему. И что Он ответил мне на мою молитву. И может быть это как напоминание местописания. Которая говорит нам, прежде чем вы зовете, я уже отвечаю вам. Я буквально пережил это. И молитва это вопрос больше выгоды для нас, чем для Бога. Потому что Писание говорит нам очень ясно, что Бог даже до того, как мы попросим Его, Он знает наши нужды и о чем мы будем просить. И иногда просто мысль в нашем сердце, по направлению к Богу, она как молитва идет. И после того, как Он посмотрел мне прямо в глаза, Он снова исчез. И не знаю как, но я знаю. Я знаю, что на этой земле я Его больше не увижу. Я знаю, что я даже могу не искать этого и не просить, потому что я знаю, что на этой земле я больше Его не увижу. И что это касается. Вы спросите о Боге. Это хорошо. Давайте помолимся. Давайте помолимся. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за эту драгоценность. За этот драгоценный момент. Потому что это все о Тебе еще. И, Господь, Ты хочешь явиться каждому из нас лично таким сверхъестественным образом. Но более важно, Господь, Ты хочешь открыться еврейскому народу, который до сих пор еще не знает Тебя. И, Господь, мы знаем, что это сверхъестественная работа Духа Святого. Господь, я ничего не мог сделать для того, чтобы Ты мог явиться мне. Мы ничего, ни один из нас не может сделать, чтобы заслужить Твоего благоволения и Твоих благословений. Это просто Твоя благодать и любовь, направленная к нам, Господь. И я молюсь, Господь, чтобы Ты открыл глаза еврейского населения в этом городе. В эти дни Пурима. И в эти дни праздников. Чтобы они увидели Того, Которого пронзили. Во имя Иисуса. Аминь. Бог благословений. Бог благословений. Бог благословений. Я думал, что у нас будет хорошей праздник, да? Ты знаешь... Ты хочешь сказать что-то? Нет, нет, нет. Для меня самое важное из того времени, что мы проводим здесь, с Вами вместе. Это то, о чем мы помолились в начале и то, о чем мы помолились сейчас. Чтобы мы получили, обновили это свежее откровение о том, кто является, кем является Иешуа. И чтобы мы были способны являть Его настоящего, не только для еврейского населения, но для всех. Я убежден лично, если кто-то действительно познает, кто есть Иешуа, Это практически невозможно просто отвергнуть Его. Я верю в это всем своим сердцем, что отвернуться от Него будет невозможно. Я понимаю, что евреи, которые отвергают Иисуса, Я не верю в то, что они по-настоящему отвергают Его в своем сердце. Я понимаю, что они просто не увидели Его еще, не познали Его. Но если они познают, кто Он есть и кем Он является, просто невозможно отвернуться от Него. Я могу рассказать подробно, более подробно о том, как принять Иисуса, но не в этом суть, не в этом смысл. Но это самое важное, что Господь хочет, чтобы мы увидели сегодня. Когда ты увидишь и познаешь Иисуса, ты не останешься таким же. Это просто невозможно. Он на 100% полностью, абсолютно изменил мою жизнь. И Бог открыл мне двери в Майами-Бич, в штате Флорида, для того, чтобы делиться Евангелием с пережившими Холокост. И почти все из них или атеисты, или гностики. Их не интересует ни Бог, ни церковь, ни христиане, ни Иисус. Их не интересует ничего, что связано с Богом и религией. И есть такая сверхъестественная вещь, они любят меня и хотят проводить со мной максимально времени, как только это возможно. Это сверхъестественная, и не потому, что я какой-то особенный, а потому, что Бог так сделал. И они не понимают этого, но они видят что-то от Господа внутри меня. Это, ну как, им нравится я, но им не нравится Евангелие, которое я несу. Но они не могут понять о том, что я и Евангелие идем в одной упаковке. И они хотят отделить меня от Евангелия, но не могут. И это потому, что Евангелие таково, что Иисус поменял меня, и я сегодня такой из-за работы Иисуса. Поэтому вот так. И мой друг, его зовут Айвен Зеев Габор. Когда бы я ни приезжал в Майами, я останавливаюсь у него в квартире. И он всегда говорит, приезжай, оставайся столько, сколько ты хочешь у меня в доме, у меня с моей женой, будь с нами. Ему где-то 84 сейчас, и у него молодая жена на 30 лет моложе его. У него внуки, дети. В Майами-Бич у него есть 10 квартир, которыми он владеет, и он их сдает в аренду. Он также владелец фабрики одной. И он вообще имеет все, что, если бы подумать, могло бы сделать человека счастливым. А он очень зол на Бога. Я даже вам не могу передать, насколько. Холокост произошел больше, чем 70 лет назад, а для него это так, как будто это произошло с ним вчера. И он всегда меня приглашает, говорит, приезжай и оставайся у меня в доме, погости у меня. И я спрашиваю, ну, когда мне лучше приехать? Он сказал, для тебя всегда удобное время. Когда бы ты не захотел, просто приезжай. И когда бы я не приехал, он всегда меня знакомит со всем своим окружением, своими друзьями, которые все пережившие Холокост, и атеисты, и гностики. И все, что они делают, это задают вопросы о Иисусе. Чем меньше я говорю, тем больше они хотят позадавать вопросы. Понимаете, это не вопрос, что я такой хороший. Это потому, что они видят Бога внутри меня, и даже не понимая этого, тянутся. Сколько еще осталось, может, 5-8 лет тем, кто пережили Холокост? И время так коротко, чтобы достигнуть их. Но я искренне верю, что когда они увидят Иисуса таким, какой Он есть, на самом деле, это принесет огромную разницу для их жизни. Не религия, не христианство, не какая-то версия чего-то, не какая-то церковь. Но когда они познают Иисуса самого лично. Писание говорит нам о том, что евреям необходима чудеса знамения, требуют знамения. И пару недель назад я был у него в гостях в Майами-Бич, и он меня катал на своем новом Лексусе и показывал свои владения, возил меня по кругу. И я знаю, что что-то, что вызывало смущение, зависть у него, и я не говорил ему об этом. Но я должен был ему это сказать. И вот что я сказал ему. Я сказал ему так, если ты не запомнишь ничего из того, что я с тобой делился, если ты почувствуешь, что это последний твой вздох на этой земле, что ты уходишь, просто сделай призыв во имя Ишуа. И он молчал, я понимал, что это его раздражало, что я зацепил его. И потом он был очень задумчивым и тихим. И он сказал кое-что, что действительно шокировало меня. Он сказал, я тебе завидую. И я еду и думаю, он владеет половиной Майами-Бич, и он мне завидует. Кто должен кому завидовать? А он сказал, знаешь, ты так легко прощаешь. Я никогда не делился с ним на эту тему, мы не разговаривали. Он просто видел это из моей жизни. И он знает, он распознает то, что ненависть и вот это непрощение, оно съедает его изнутри и разрушает его. И я сказал ему, ты можешь иметь то, что я имею, ты можешь тоже так же легко прощать. Знаешь, если осознать, что Иешуа простил тебя, то тогда легче и других прощать. И он не хотел этого слышать, но я верю, что он будет спасен, что спасение придет в его жизнь. Но в конце я хочу сказать, что это будет зависеть от того, увидят ли евреи Иешуа внутри вас. Сверхъестественно, через откровение, но увидеть Иешуа в вас. И это заставит их ревновать и завидовать в хорошем смысле слова. И я знаю, что он хочет, чтобы я продолжал приезжать к нему в гости. И может быть, он хочет таким образом через меня каким-то боком быть чуть поближе к тому Богу, которого я имею. Если бы он не хотел на самом деле в глубине себя опознать Бога, он бы перестал приглашать меня. Он бы не стал это делать снова и снова. И достаточно Иисуса внутри вас, и достаточно Иисуса внутри меня, для того, чтобы спасти кого угодно, включая еврейских людей. Позвольте увидеть им внутри вас Иисуса, и это изменит их жизни. Позвольте. Продолжение следует...